Биткоин больше никогда не будет стоить 70 тысяч долларов. Уоррен Баффет снова продает. 2025 год это год экономического кризиса. Что будет с биткоином после 5 ноября? Правительства хотят заменить стейблкоины цифровыми валютами центральных банков. Об этом и другом в новом видео. Напоминаю, я просто парень в интернете, который собирает публичную информацию и подает в компактном виде. Это не финансовый совет. Перейдем к делу сразу же после того, как ты передашь за проезд. А проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо. И начнем с этой диаграммы от SwissBlock. Мы выросли на 14% за октябрь. И ноябрь исторически является одним из самых бычих месяцев для биткоина, продолжающим позитивный октябрь. Так почему же он так плохо начинается? Естественно, из-за выборов США, которые темной тучей нависли над рынком. Особенно негативно рынок реагирует на изменение ставок на победителя. Так, сокращение шансов на победу Трампа заставляет биткоин падать и стагнировать. Но уже после 5 ноября мы должны будем избавиться от этой неопределенности и в небе не будет грозовых облаков. Возвращаясь к этой диаграмме, аналитики SwissBlock оценивают ситуацию на биткоине бычей и с низким риском. Ценовой импульс бычей, фундаментальные показатели тоже бычьи. Это выглядит хорошим фундаментом для позитивного ноября. Но как и в сентябре и октябре, нужно подождать 5-10 дней, чтобы это произошло. Возможно, на этот раз нам придется ждать ровно 6 дней, пока результаты выборов не станут известны. Именно из-за этого этот месяц, скорее всего, начнется с самого большого страха за последнее время, который ближе ко второй половине месяца будет улетучиваться и сменяться позитивом. Именно поэтому нас ожидает большая волатильность и поэтому будь на чеку. Далее спотовые биткоин ETF. За прошлую неделю они купили 30754 биткоина. За это же время майнеры добыли 3150 биткоинов, что практически в 10 раз меньше. И при этом биткоин подорожал всего лишь на 2000 долларов. Неужели панические распродажи краткосрочных держателей нивелировали покупательное давление 9-ти спотовых биткоин ETF? В любом случае, я вижу миграцию из рук краткосрочных инвесторов в руки держателей спотовых ETF. Еще один интересный график. Вертикальные красные линии здесь обозначают президентские выборы в США в 2012, 2016 и 2020 годах. Это исторический паттерн поведения цены биткоина во время выборов президента США. И как мы видим, неделя выборов всегда была интригующей. За последние три избирательных цикла, 12, 16 и 20, наметилась заметная тенденция для биткоина. Неделя выборов была неделей достижения минимума цены биткоина. Что особенно поражает в этой закономерности, так это ее долгосрочное влияние на биткоин. После каждого из этих минимумов цены биткоина во время выборной недели, цена биткоина больше никогда не опускалась ниже этого минимума. Это говорит о том, что если история повторится, то минимум, который будет достигнут ценой биткоина во время выборной недели, может стать дном и трамплином для цены биткоина. Дамы и господа, именно поэтому в названии видео я и написал, что возможно биткоин больше никогда не будет стоить 70 тысяч долларов после всех этих событий. Но в 2012 году во время выборной недели биткоин установил ценовое дно и с тех пор не возвращался к нему. В 2016 то же самое, в 2020 то же самое. Вывод, предвыборная неделя это неделя, когда биткоин исторически искал свое дно, к которому больше никогда не возвращался. Напиши в комментариях, как ты думаешь, повторится ли история на этот раз. Посмотрим. Тем временем за кулисами кипит множество других событий. Боб Лукас говорит, что мы начинаем третий год четырехлетнего цикла. Именно в это время происходят те события, которых мы ожидали целых три года. Биткоин уже вырос в более чем в четыре раза с самого дна вот здесь, но его основное действие, которое обозначено этими прямоугольниками, еще не началось. Так что если история повторится, мы повторим движение этих прошлых циклов. В прошлом видео я говорил о том, что нужно для того, чтобы биткоин перешел в эту четвертую стадию бычьего рынка. Если ты пропустил его, посмотри по ссылке в описании или в прикрепленном комментарии. Далее Сайфидин Амус, автор нескольких книг о биткоине, фиатных деньгах и экономике, считает, что биткоин будет принят как порох. И если ты не будешь им владеть, то станешь его жертвой. Весьма глубокомысленно. Этот парень точно понимает деньги и точно понимает биткоин. Но сейчас будет еще интереснее. Вивек и его фонд под названием Strife Asset Management с капиталом в 1,7 миллиарда долларов хотят включить биткоин в стандартные портфели обычных американцев. Например, добавить его в пенсионные планы граждан. Они хотят перейти на биткоин-стандарт, принять его как порох. Это безумие в хорошем смысле этого слова. Представь, что будет с биткоином, когда он станет полноценной частью накопительных портфелей сотен миллионов американцев, которые будут накапливать его как пенсию и держать его десятки лет. Это просто взрывает мозг. Иногда я просто поражаюсь, как быстро растет биткоин и его принятие. Еще один взрыв мозга это Solana. ВВП, валовый внутренний продукт блокчейна Solana, достиг нового исторического пика в октябре, сгенерировав более 300 миллионов долларов в виде комиссионных сборов. И проекты на блокчейне Solana вместе взятые собрали больше комиссий, чем проекты на Ethereum вместе взятые. Это привело к тому, что за последние 24 часа Ethereum выпал из топ-5 сетей по количеству комиссионных сборов. Это тоже безумие. Если ты хочешь сделать что-то на блокчейне, то сейчас это происходит именно на блокчейне Solana. Посмотрим, будет ли это продолжаться. Но и Ethereum рано сбрасывать со счетов. Более того, я считаю, что сейчас самое время присмотреться к нему. UBS, крупнейший швейцарский банк, запустил свой первый токенизированный инвестиционный фонд, который будет токенизировать активы реального мира на блокчейне Ethereum. Это очень большие новости для Ethereum. И здесь я хочу затронуть тему эфира и альткоинов. Многие люди думают, что альткоины вышли из медвежьего рынка где-то вот здесь в октябре 2023 года. И да, по отношению к доллару США мы видели рост и альткоинов, и эфириума. Однако, если взять оценку альткоинов по отношению к биткоину, то они и не выходили из медвежьего рынка. Медвежий рынок альткоинов еще не заканчивался. Мы продолжаем падать по отношению к биткоину. И настоящий рывок альткоинов начнется тогда, когда закончится их медвежий рынок по отношению к биткоину. Когда мы достигнем второго дна в этом цикле, как было в прошлых циклах ранее. И я думаю, что это случится уже в ближайшее время. Я сниму об этом отдельное видео. Если хочешь такое видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий. Далее о фондовом рынке. Многих напугали новости из США, связанные с рынком труда, безработицей и новыми вакансиями. Поэтому фондовый рынок потерял около триллиона долларов в начале этого месяца. Но если мы посмотрим ценовое поведение за 365 дней, то увидим, что Microsoft за последние 12 месяцев выросла на 19%. Кстати, они задумываются над тем, чтобы принять биткоин, как это сделала микростратегия. Если они это сделают, их акции вырастут еще больше. Nvidia за год выросла на 220%, несмотря на то, что в ноябре 1 триллион долларов было вымото с фондового рынка. Apple выросла на 28%, Meta на 82%, Amazon на 45%, Tesla на 21%, Berkshire Hathaway вырос на 30%. Так что последнее падение не особо повлияло на сумасшедшие результаты рынка по всему миру. И когда акции растут, люди зарабатывают деньги. Возможно, затем они будут искать места, куда бы их пристроить. И возможно, это будет биткоин, тем более, что в США теперь есть легальный и простой способ инвестировать в биткоин через спотовые биткоин-ИТФы. Говоря о биткоин-стратегии, на которую уже смотрит Microsoft, посмотри, что делает микростратегия. Это заявление Майкла Сейлора о том, что они собираются привлечь 42 миллиарда долларов через предложение акций и облигаций с фиксированной доходностью. План привлечения такого капитала рассчитан на 3 года. То есть на протяжении следующих 3 лет компания планирует вложить 42 миллиарда долларов в биткоин. Это означает покупку 4000 биткоинов в день по текущему курсу. На данный момент микростратегия держит 252 220 биткоинов. На сумму около 10 миллиардов долларов. Средняя цена покупки составляет 39 292 доллара за монету. Иными словами, на протяжении следующих 3 лет компания планирует вложить в биткоин в 5 раз больше денег, чем уже вложила на данный момент. Очень интересно. Если они сделают это, то медвежий прогноз для акций микростратегии составит 2417 долларов к 2035. Ожидаемый прогноз это 6000 долларов за акцию. Бычий более 9000 долларов за акцию. Этот прогноз основан на степенном законе биткоина. В любом случае это безумие. 42 миллиарда долларов биткоин только от одной компании. Что будет, если к ним присоединятся и другие, например, Microsoft, Dell и так далее. И рынок уже переваривает эту новость. У Олл-стрит потребуется время, чтобы понять, что это значит на самом деле. Как минимум, это означает то, что микростратегия будет иметь достаточно денег для поддержки цены биткоина в течение следующих трех лет. В реальности покупательное давление микростратегии приведет не просто к поддержке цены, но и к ее росту. Как и говорил Сайфидин Амус, биткоин будет принят как порох. Я вижу, как каждый день на рынке появляются новые компании, которые изучают опыт микростратегии по принятию биткоина. Они уже начинают покупать биткоин для своих казначейств и резервов. Например, MetaPlanet в Японии. Я все еще буду на ютубе через 10 лет, чтобы вместе с тобой увидеть, куда мы придем. Как бы то ни было, давай поговорим о Тесле. Илон Маск заявил о запуске ИИ суперкластера Colossus для обучения ИИ со 100 тысячами ускорителями H100 от NVIDIA. Это самая мощная система обучения ИИ в мире, по словам Илона Маска. Интересно, что всего два месяца назад, в августе, их суперкластер Tesla Cortex состоял из всего лишь 50 тысяч ускорителей NVIDIA. Скорость развития поражает. Это безумие. А теперь самое главное. Tesla Cortex позволила в пять раз увеличить возможности для улучшения беспилотного управления FSD. Во сколько раз эти возможности будут улучшены с ИИ кластером Colossus? Интересно. И Colossus, и Cortex фактически являются мозгами автономных систем Tesla. При этом они обеспечивают не только высокую скорость вычисления, но и энергоэффективность. А значит, на их обеспечение в теории потребуется меньше электроэнергии и меньше затрат на охлаждение. Пока что никто в мире и близко не может подойти к этому. С ума сойти. Кстати, о компании, которая производит ускорители для этих суперкомпьютеров NVIDIA. NVIDIA вытеснила своего конкурента Intel из состава индекса Dow Jones Industrial Average. Это сигнализирует о значительном сдвиге в техно-сегменте. Искусственный интеллект является все более важным драйвером роста, а компании, способные обеспечить вычислительные мощности для его развития, получают значительное преимущество на рынке. Если Intel не проведет масштабную трансформацию, то его технология рискует превратиться в зомби и будет полностью заменена NVIDIA и ее более быстрыми технологиями. Не финансовый совет для Intel. Принимайте биткоин и искусственный интеллект, и все у вас будет хорошо. Итак, еще одна большая новость. Для некоторых людей она очень тревожная. Уоррен Баффет сейчас сидит на рекордной куче наличных денег. Это 325,2 миллиарда долларов. За последние два квартала компания продала акции Apple на сумму около 100 миллиардов долларов. При этом недавно Уоррен Баффет продал их еще на 14,3 миллиарда долларов. Также Баффет продолжает продавать акции Bank of America, сократив долю в них до 10,5%. Рыночная стоимость Berkshire Hathaway составляет чуть менее 3 миллиона долларов. То есть, по сути, Уоррен Баффет вывел третью часть своей компании в наличные. К чему же он готовится и что он собирается купить? Интересно, что если бы он считал акции собственной компании на данный момент хорошим активом, он бы выкупал свои собственные акции, повышая их цену. Но он даже этого не делает. Вместо этого он усердно накапливает кэш. Интересно, почему? Напиши в комментариях свои варианты. Говоря о рынке облигаций. Если бы ты купил долгосрочные казначейские облигации США 10 лет назад и реинвестировал бы дивиденды с них без уплаты налогов, то сегодня у тебя было бы 9793 доллара. По сути, за 10 лет ты потерял свои деньги. Если сюда применить девальвацию инфляцию, то покупательная способность твоих десятилетних 10 тысяч долларов уменьшилась до 5400 долларов. Ты потерял половину денег, инвестируя в долгосрочные облигации. При этом, если бы вместо этого ты купил бы биткоин 10 лет назад, у тебя было бы более 2 миллионов долларов сейчас. И при этом люди все еще называют долгосрочные облигации безрисковыми активами, а биткоин называют мошенничеством. Честно говоря, я даже никогда не покупал облигации, но вот в чем их проблема сейчас. Рынок облигаций находится в состоянии хаоса. В сентябре ФРС США снизила ставку на 50 базисных пунктов. Это самое большое сокращение с марта 2020 года, и это очень хорошие новости для рынка. Однако, после этого доходная ставка десятилетних государственных облигаций США выросла на 70 базисных пунктов. То есть, они снизили ставку на 50 базисных пунктов, но ставка десятилетних казначейских облигаций выросла на 70 базисных пунктов. Это ненормально. И это значит также и то, что никто не хочет их покупать при сниженной ставке. Поэтому им приходится повышать привлекательность, увеличивая доходность облигаций. И это настоящий бардак. Но бывает и хуже. В США есть предприятия, которые занимают деньги через так называемые SBA, кредиты для малого бизнеса. После снижения ставки ФРС США на 50 базисных пунктов в сентябре, кредитная ставка SBA выросла до 10,1%. Это самый высокий уровень за последние 15 лет. До пандемии ставки по этим кредитам составляли около 5-6%. Теперь они практически выросли в два раза. Что просто безумие. Именно поэтому индекс неопределенности NFIB почти удвоился за последние два года. Это означает, что малый бизнес уже находится в рецессии. И как раз поэтому аналитики предрекают, что 2025 год может стать годом экономического кризиса. В исследовании Питера Сент-Онджа говорится, что американцы потеряли 2,5 триллиона долларов в пенсионных накоплениях из-за инфляции и повышенных ставок. В частности, повышение ставок ударило не только по банкам и их облигациям, но и по обычным людям. Только в отличие от банков, которые получили спасательный круг от ФРС США, людям не дали ничего. Многие пожилые американцы держат в своих пенсионных планах множество облигаций. И они потеряли 2,5 триллиона долларов. Такие суммы трудно компенсировать. Особенно если ты не сидишь в акциях вот этих компаний, которые здесь зеленеют за год. Или в биткоине, который за год вырос на 98%. Если ты не делаешь минимум 14% дохода в год, то ты не зарабатываешь никаких денег и едва ли компенсируешь девальвацию валюты и инфляцию. Теперь еще одна плохая новость, которая бьет не только по фондовому рынку, но и по цене биткоина. Это очень слабый рост рабочих мест. Это тревожная статистика недели. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 тысяч. При этом прогноз был около 100 тысяч. Рынок труда в полном застое. И по данным Giger Capital показатели за август тоже были пересмотрены в сторону понижения на 81 тысячу рабочих мест. Вместо 159 тысяч рабочих мест в августе оказывается мы выросли только на 78 тысяч. Данные за сентябрь тоже были пересмотрены в сторону понижения. То есть изначальные отчеты о занятости были обманом. Естественно, это не понравилось рынку. Экономика не справляется по многим причинам. И, наконец, пришло время платить по счетам за период высоких ставок. Но, к счастью, у нас есть ответственные люди, которые знают, что делают. Это сарказм, если что. Например, министр финансов Джанет Йеллен. Министерство финансов США обеспокоено ростом рынка стейблкоинов и считает, что приватные стейблкоины в конечном итоге должны быть заменены цифровой валютой Центрального банка, которая будет поддерживаться государством. Да, они не хотят, чтобы у нас были какие-то там стейблкоины. У них есть план по их замене на ЦВЦБ, чтобы они могли контролировать все, что мы делаем. И еще один человек, который имеет вес в Европе и которому тоже не нравится блокчейн, стейблкоины и биткоины, призывает центральные банки как можно быстрее принять ЦВЦБ, потому что он увидел некую угрозу в стейблкоинах. Да, мир страшное место, и он становится все страшнее, поэтому будь готов. Не держи все в одной корзине и всегда имей план Б. На всякий случай. Меня зовут Богатейший Ди. Спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok